В городах и районах республики молодая партия планирует организовать выступления творческих коллективов и сельскохозяйственные ярмарки. Это пока на стадии обсуждения, но уже точно известно, что в республике начнут работу здоровьемобили. Это специальные микроавтобусы, на которых в регионы привезут врачей, самых востребованных специалистов, чтобы желающие смогли получить качественную медпомощь, не выезжая из своего села в райцентр или террасполь. Проект долгосрочный. Планируется, что три здоровьемобиля будут работать в десятках сел республики. Все услуги бесплатные. Это нужно людям, мы знаем это. Врачи-кардиологи будут выезжать, будут выезжать врачи-невропатологи, терапевты. И планируем с собой даже в эту акцию включить посещение парикмахера, в конце концов, потому что парикмахерские услуги тоже сейчас недешево стоят. И судьи, которые просто не могут себе позволить вот эту услугу. Это будет в июне. А сейчас вовсю идет подготовка ко Дню Победы, годовщине бендерской трагедии, Дню России и открытию памятника генералу Лебедю. Например, к 9 мая при поддержке партии готовится телевизионная версия новой театральной постановки «С чего начинается Родина» и ряд других патриотических акций. Кроме того, сегодня вручали первые партийные билеты Возрождения. Их получили представители высшего совета. Уже на следующей неделе в партию вступят еще несколько сотен человек во всех регионах республики. Всех подряд в партию Возрождения принимать мы не будем. Мы будем выбирать честных, достойных, нормальных людей. На сегодняшний день уже подано более тысячи заявлений. То есть практически уже тысяча членов партии есть, почти тысяча членов партии. Ну и сегодня идет раздача партийных билетов. Мы планируем, что все это будет, конечно, в торжественной обстановке. Мы постараемся приурочить это событие к тому проекту, который мы сегодня начали. То есть это культурно-социальный проект. Первый крупный проект партии рассчитан на несколько месяцев. Это десятки мероприятий, направленных прежде всего на возрождение патриотических традиций и нравственное воспитание молодежи. Степан Бугаев, Егор Бекерский, Первый республиканский телеканал.